ему идет призыв то есть есть волна определенное недовольство можно понять и человека и семью все вот сына забирают а он такой весь больной соревновательный процесс кто быстрее доложил людей за 5 6 часов бросили прямо на передовую в окопы то есть в каждом случае нужно разбираться понадобится 850 а то и миллион скажите нам что ждать 2 3 волны мобилизации берут запасом да то за это должен был отвечать этот момент в принципе не только связан с специальной военной операцией он полезен для вообще для страны для ее обороноспособности дисциплина и порядок это залог выполнения вот любой задачи здравствуйте эта программа справедливости ради которой мы ее ведущие светлана тихоненко и владислав павлов обсуждаем с гостями в студии самые актуальные темы сегодня говорим на тему которая не оставит равнодушным наверное никого в нашей стране обсуждаем мобилизацию подводим первые итоги и разбираем ошибки ее проведения я с удовольствием представляю гостя у нас студии герой россии полковник заместитель председателя общероссийского движения сильная россия александр головашкин александр николаевич здравствуйте добрый день первый вопрос который я хочу вам задать вот как вы думаете с точки зрения профессионала с точки зрения боевого офицера насколько сейчас необходимо было вводить мобилизацию можно было ли ее избежать потому что ну откровенно говоря так долго говорили что ее не будет и для населения это несколько такой ну как обухом по голове не ожидали вот насколько целесообразно все-таки было введением мобилизации сейчас вы знаете вопрос такой прям горячий горячий да это необходимость причем наверное ну как один одни мероприятия одни события открывают следующие влекут за собой какие-то но определенные последствия то система которая быстро была выстроена еще давно давно и скажем так в советские годы вот подготовка переподготовка и военнослужащих и кадровых офицеров на каком-то этапе была где-то упразднена заморожена и так далее поэтому этот момент в принципе не только связан с специальной военной операции он полезен для вообще для страны для ее обороноспособности и так далее ну вот президент как верховный главнокомандующий 21 числа объявил частичной мобилизации наверное с 21 числа вот по сегодняшний день уже можно какие-то делать выводы подводить итоги вносить корректировки и получается очень много вопросов которые вскрылись вот и как раз нужно работать по горячему сейчас вводить поправки но повторюсь опять это была необходимость это нужно прежде всего для обороноспособности страны александр николаевич вот в ходе частичной мобилизации планируется привлечь 300 тысяч человек накануне министр обороны уже заявил что привлечено 200 тысяч опять таки тем не менее многие эксперты говорят что может быть 300 тысяч будет мало понадобится 850 а то и миллион скажите нам что ждать 2 3 волны мобилизации быть к этому готовыми вы знаете наверное ну громко заявить за министерство обороны допустим я не могу да но как человек военный могу сказать что первая волна вот первый этап который будет проходить это не то что мы там как фраза такая в народе да как говорится берут с запасом то количество людей которые было заявлено они к примеру уже вот сегодня призваны и начинает работать врачебные военные врачебные комиссии люди предоставляют какие-то документы о которых не знали работники тех или иных органов и поэтому конечно же идет возвращение людей обратно до того количества которое нужно его нет ну и наверное с точки зрения опять военного человека да здесь сейчас речь идет о переподготовке или частичные до подготовки там от двух недель до месяца к примеру ну где-то 21 день к ну к примеру люди уже нужны для того чтобы выполнять определенные задачи на их пока нет они пока как раз учатся и призыв на службу сейчас осуществляется с заполнением определенных документов то есть это все таки контракт тире договор и так далее какие-то все-таки временные рамки оговоренные это не то что человек ушел и прямо до победы то это 3-6 месяцев ну к примеру и соответственно этих людей нужно же будет поменять а следующая группа должна тоже примерно около месяца учиться вот если посчитать что это да скорее всего масштабах одной первой волны будет просто чуть больше истинга а почему вот этим делом занимаются гражданские власти почему ответственных назначили губернаторами большинства людей наверное считалось что это зона ответственности военкоматов зона ответственности военных нет не так совершенно верно но наверное ну наверно плохо знаете как ссылаться опять на прошлое что было тогда лучше а сейчас не эта система она была просто сейчас с определенным скрипом начинают все шестеренки вращаться вы совершенно верно вот и правильно задали вопрос на здесь даже не в губернаторе или там в чиновниках или представителях администрации вопрос когда было сокращение и упразднение определенных воинских частей институтов университетов там ну в том числе и армии допустим посчитали как бы то количество которые делали печенье избыточная да и как раз был отток специалистов и военных комиссариатах мы как гражданские люди все да мы понимаем вот военкомат там все знают там понимают но очень тяжело вот сейчас справляться вот с этой новой задачей потому что в основном комиссар и его заместитель это люди в погонах скажем так а весь остальной персонал во многом это гражданские люди вольно-наем вольно-наемные да и поэтому чтобы вопросом военные службы или те задачи которые нужно сейчас выполнять то есть понять может как говорится рыбак рыбака видит издалека да поэтому и здесь получается вольно-наемный гражданский человек он немного далек от сути вопросах связанных вот с конкретно выполнение поэтому происходят небольшие вот перекосы в исполнении тех требований задач которые поставил президент ну вот эти вот небольшие перекосы вот уже говорили про работу военкоматов с каким трудом это сейчас шло потому что в первые дни было же вообще хаос такое ощущение что хватали просто вот всех мужчин и у нас есть доказательства это потому что видео в интернете видео полно и вот одно видео я прошу показать да в данный момент нет для военкомата город назарова ограничений по разрядам то есть по возрасту это по возрасту да то есть это по возрастные кто у нас это сама вопрос о том что не призывать граждан которые не проходили военную службу каким образом не подготовлен то есть здесь у нас тоже этого вопроса нет не призыва граждан ограниченных имеющую категорию гоности ограничены к военной службы то есть таких ограничений тоже на данный момент нет то есть мы работаем со всеми категории граждан вот это сотрудник одного из военкоматов а красноярского края насколько известно а сме уже об этом писали его отстранили от работы ну вот мы работаем со всеми категориями граждан это естественно вызывает у людей недовольство хорошо когда дело по относится честно профессионально но мы уже знаем что есть случаи когда за вот эти нарушения военных комиссаров снимали с должности правда мы знаем и другой случай когда с должности сняли и в другое место перевели на что такой дефицит кадров почему так наверное здесь рассуждать в том числе я могу сколько угодно потому что в каждом случае в отдельном есть своя история есть свои подводные течения и так далее я наверно больше сейчас знаете как наверное хотел сказать еще немного но не в защиту там военных комиссариатов или как то чтобы просто у каждой медали две стороны здесь от общества от гражданина еще должна быть сознательная ответственность у самого человека есть определенные какие-то требования которые и прописаны и есть какие-то которые по жизни идут как по умолчанию я сейчас про современную постановку на воинский учет по месту жительства по месту прописки и так далее во многих комиссариатах нашей страны там где как бы немного получше да допустим какая-то финансовая поддержка или просто там стадия ремонта уже вот сегодня как есть есть компьютер есть цифровизация и так далее во многих регионах отдаленных особенно но все это до сих пор на скажем так бумажных носителях то есть это все рукописном виде в печатном и только-только сейчас допустим вносится где-то в какую-то общую базу и но это не вина комиссариат и это опять рухнувшая вся вот система мы ни в коем случае не хотим всех собак повесить на военкоматы да если взять военный билет там на последней странице написано что должен делать военно обязаны в том числе приходите сообщать об изменении места жительства места работы повышение квалификации наличие там заболеваний хронических или наличие людей на иждивении но люди не ходят военкоматы давайте честно признаемся обхапа а потом возмущаются да здесь вот это вот самосознание которым говорили система да она утрачена я просто помню в советское время раз в неделю сотрудник отдела кадров проводил военкомате сверяя списки сейчас сотрудники отдела кадров судорожно начали эти списки только составлять только понять кого могут призвать кого не могут у кого броню кого не бронь система сломана как ее восстановить бежать на быстро не невозможно быстро это все сделать потому что это все таки не один год ломалась нет ни один год создавалась для начала делалось и за каждой прописной истины где-то в личный опыт стоял во многом и здоровье и жизни человеческие то есть как и боевой устав как или другое вот что-то связанное с военной службой все это писалось кровью скажем так поэтому все это было отработано наработана сейчас потеря кадров и я говорю как вот мы с вами сказали про перенасыщение да скажем так вот и десять тысяч человек ну вроде бы это много давайте пять кто из них ушел кто остался кто это мониторил а потом сейчас говорят работайте с теми кто есть поэтому это не только но это любой сферы так касается я вот сейчас закончу то что я сказал про военкоматы про гражданина человек отслужил вот вы правильно сказали отслужил в армии пришел домой и забыл про этот военкомат все обходит его стороной к примеру сейчас ставал на возмущение которое в том числе и присутствует когда вот этим хронические заболевания еще какие-то люди возмущаются потому что не было сверки данных ты в принципе сама себе не предоставил некоторые сейчас вот люди тоже обращаются вот сына забирают а он такой весь больной него вот это вот это вот это я говорю слушать я вас понимаю как маму но кроме вас вашей семьи кто-то об этом еще знает нет но как комиссар может сидя где-то там в другом конце города знать что вот у вашего ребенка но наверняка какой-то пакет медицинский есть вас документов но предоставьте сходите поговорить и не помогает телефон горячей линии курирующая какая-то надзорная инстанция все это можно решить а у нас в основном все это вырастает такой ком недовольства как будто бы кто-то должен был догадаться что вот именно персонально вашего муж или там ребенок да вот он вот такой поэтому здесь есть и в этом такой момент болезненный который сегодня происходит степень вины все-таки граждан она есть некая ну или как бы знаете как спасение утопающего дело рук самого утопающего поэтому ты если как бы хочешь защитить себя как-то максимально от каких-то внешних факторов где-то ну или даже где-то чтобы к тебе относились как-то по-другому потому что это там какой-то вот допустим льготник но об этом никто не знает но предоставь сходи отнеси для этого язык и дан человеку ну александр николаевич с другой стороны понятно что люди у нас в этом плане не торопливые так скажем но специальная военная операция идет уже восемь месяцев военкоматы могли в это время как-то подготовиться ну например начинать обзванивать или обзванивать работодателей чтобы они давали данные или не нужно было это делать то есть немножечко все-таки поддорожить людей вешний раз будоражить наверное не хотели не хотели здесь важную роль все-таки человеческий фактор и играет и допустим руководящая должность или командир это человек который вот соответствует должен должности имея багаж и определенный опыт и тогда в принципе будет все четко работать поэтому здесь допустим где-то есть шустрый военком ну вот у которого пусть и вольнонаемные в подчинение люди до гражданские но все отлажено работает потому что рабочий механизм организм организм очень здоровая команда поэтому включая свой опыт жизненный служебный есть работа которая прям вот видно что идет да где-то действительно так вот если посмотреть допустим на тульскую область за которую возглавляет герой россии алексей дюмин он понимает что нужно мобилизованным которые попадут в зону боевых действий он проверяет лично область за свои средства дополнительное обмунирование какое-то там оборудование приобретает и так далее здесь такой хороший положительный пример про опыта 1 совершенно верно есть другие примеры например даст губернатор же никто не снимал других обязанностей например наполнять бюджет и он говорит бизнесменам вы там денежку заплатите фонд поддержки тех же мобилизованных а я вашим сотрудникам дам бронь ну так же тоже нельзя нет конечно и наверное вот и вы сказали я как раз в начале но сейчас начал про опыт и каждый человек на своем месте хорош но именно по как профессионал вы вспомнили губернатор до тульской области человек воевал человек служил он знает даже что вот проверяет рюкзаки наличие до убывающих он понимает даже может подсказать что они взяли лишь него что у них не хватает потому что он в этом понимает возьмешь другого губернатора он не служил к примеру вот и сегодня на него возложены эти обязанности поэтому он как и многие вокруг люди только-только начинают выникать в это во все но он имеет все-таки руководящую должность и отвечает за вот обеспечение вот этой работоспособности всей мобилизации поэтому и у нас и возникает я говорю вот первый человек споткнулся и следующий кто за ним они все будут также тормозиться и вперед никто не продвигается и вот теперь нужно понимать кто споткнулся где как это убрать поменять но опять-таки александр николаевич такой момент накануне буквально вот несколько дней назад министр обороны потребовал там по итогам селекторного совещания донести до всех председателей призывных комиссий и военкоматов точные критерии кто попадает под мобилизацию а кто получает отсрочку все прекрасно но прошло уже больше двух недель с момента мобилизации вот как вы думаете можно было как-то раньше эти критерии почему так поздно они были сформулированы донесены наконец-то до необходимой структуры к большому сожалению наверное я не знаю то что во многом вот эта палочная система во всех отраслях она присутствует работает небольшой какой-то соревновательный процесс кто быстрее доложил кто быстрее позвонил отчитался и все молодцы и вот в погоне за этими цифрами у нас за цифрами все-таки стоят люди поэтому когда на бумаге это выглядит как бы красиво и там 150 200 300 человек но и в каждом из них за каждым из них стоит вот жизнь человеческая здесь нужно разбираться а если вспомнить 1941 год тогда тоже опыта не было такого такой мобилизации такой масштабный но сработали и сработали хорошо и родину отстояли а сейчас мы как-то расслабились что ли хоть и не чекист по роду своей деятельности да но наверное вот в моем ответе будет обобщенно так то что дисциплина и порядок это залог выполнения вот любой задачи даже не не на войне не в армии просто в жизни то есть человек который должен что-то сделать он во первых должен прежде всего понимать какая у него будет ответственность если он этого не сделает мы немного все-таки заиграть демократии расслабились и наверное если вспоминать мобилизацию 1941 года здесь все-таки вставай страна огромная вот именно этот девиз когда вся страна была охвачена вот именно в едином как бы по строю и понимание того что нужно сейчас вот защитить свой дом и иначе просто вот тебя не будет этого было понимание наверное про расслабленные как бы состояние да то что вы сказали это все-таки опять если брать старые годы когда у нас не было социальных сетей люди между собой просто общались и единственное средство это радио и письмо да то в принципе мы как-то одинаково мыслили все таки вот эти вот соцсети я не хочу сказать что это плохо век цифровизации да но целый институт по пропаганде вражеской на территории украины который находится все эти восемь лет до начала специальной военной операции посмотрите тик ток соцсети во какая волна именно захватывали детские умы вот а вот эти в день по несколько десятков тысяч по всей стране эвакуации школ по звонкам это же все работа пропагандистского центра и то что сегодня вот этот момент с мобилизации да я видел много роликов которые там и говорят о том что вроде бы как собрали до всех призвали никто никому там где-то не нужен или еще что то но почему у нас сейчас и программы определенные появились антифейк то есть в каждом случае нужно разбираться но ролик облетает за секунду сотни тысяч человек и складывается вот это уже общественное мнение она может быть как негативное как позитивное поэтому здесь и в этом еще вопрос сейчас действительно ничего не утаишь ничего не утаишь да но в каждой правде еще нужно покопаться про мобилизацию именно вспомнили сорок первого года я понимаю что сейчас у нас идет третья мобилизация а вообще она прописана где-то как она должна проходить по правилам какое обмундирование должен получить например там пехотинец сколько времени должно быть потрачено на боевое слаживание сколько должно быть подготовка сколько времени должна занимать потому что там обмолвились чуть ранее но тем не менее написано 10 до 15 дней опять-таки в этом же интернете есть ролики где люди чуть ли не через шесть часов попадают чуть ли не на передовую а есть ролики где люди говорят мы третью неделю сидим ничего не делаем на зачем-то заставляют маршировать при этом мы в руках оружие не держали никакой боевой подготовки не проводится как должно быть по уму и по закону по уму и по закону у каждого гражданина который ну как подразумевается что в первую вот волну как раз чистить частичной мобилизации да призваны граждане у которых есть небольшой период после службы это там не более пяти лет для срочников сержантов там офицерский состав также к примеру и конечно же согласно военной учетной специальности которая прописана военном билете там в кода в цифровом коде зашифрована специальности этого гражданина ну и конечно же обязательно в первую очередь участники ветераны боевых действий люди у которых есть боевой опыт это так подразумевается так это было озвучено и так прописано на бумаге опять и наверное про человеческий фактор наверное я уже совсем надоел с этим да но здесь от этого никуда не уйти как это работает на месте поэтому в отдельном случае вот каждый у кого и хватит опыта либо кто во что угора чтобы просто отчитаться поэтому здесь нужно разбираться игры в каждом случае разбор этот будет по любому но ситуация очень непростая опять наверное вернусь по поводу фейков и соцсетей также мы пока не понимаем многие ролики еще не проверялись на достоверность и они могли быть записаны совершенно вообще в других местах немного похожих а когда военнослужащие ну люди там говорят даже номер роты части взвода эти данные есть все везде в открытом доступе в принципе то есть это небольшого труда не составит сделать красивое видео я щас никого не оправдываю я просто говорю про то что могут расшатывать еще вот ситуацию которая сейчас и так нет к примеру напряженная для всех еще и таким образом чтобы гражданское общество сколохнулось вот немножко здесь внутри у нас в наших как говорится теплых домашних условиях уже вот вот поэтому может быть здесь это очень опасно поэтому конечно же нужно разбираться от не менее двух недель до 21 дня по идее должна проходить до подготовка или переподготовка допускаю что в отдельных случаях допустим люди которые убывали сразу к примеру это те специальности военные которые были в списке основными это артиллеристы наводчики артиллерий артиллерийских орудий танкисты и связисты радиоэлектронщики то есть это люди в которые прям совсем совсем востребованы возможно что среди этих людей то есть есть прям конкретно опытные люди которые в течение нескольких дней там могли быстро все это вникнуть наверстать и успеть и наверно второй момент то что может быть так быстро они были отправлены но у нас нет обратной связи и понимание того что действительно вот людей за пять шесть часов бросили прямо на передовую в окопы возможно они убыли на освобожденные территории на какие-то другие где там стоит например наша станция радиоэлектронной борьбы она далеко от линии фронта но покрывает определенную зону и поэтому этот специалист там востребован может быть и такой вариант не могу не спросить про материальное обеспечение так понимаю это еще одна проблема потому что абсолютно есть случаи очень часто и что без замбундирования чуть ли без пропитания без аптечки без ничего отправляются мобилизованные скажите пожалуйста чья эта степень ответственности кто за это должен был отвечать когда началась специальная военная операция была востребованность вот в мундировании в специальной экипировки неформенном там каком-то который штатно есть в армии но определенные там квадрокоптеры допустим помогали до народный фронт скажем так вот все мы люди все вместе помогали нашим бойцам какая-то экипировка и так далее то есть была определенная нехватка на специфической какой-то специальной экипировки то есть той который нет на штатом вооружение или там в оснащении этом армии к примеру но тот театр боевых действий это уже немного отличается от даже тех событий которые были в истории нашей страны поэтому конечно же это нужно было предвидеть это нужно было проводить аналитику может быть что-то где-то вводить но как всегда мы немножко раскачиваем речь совершенно не об этом речь о том что отправляют мобилизованных до людей выдавая им автоматы которые заржавели их одевают в камуфляжную форму в которой не просто не спрячешься а это как будто нарочно называется вот он я стреляй в меня откуда берутся это с каких складов куда нормальное делать на что деньги были потрачены выделены если брать армейскую службу да то допустим по призыву как новобранцы все у нас убывает у меня все было ну если мы сейчас берем мобилизацию вот я за свою всю службу находился постоянно в горячих точках выполнял различные специальные задачи но по табелю положенности по экипировки у меня есть форма надо положено который мне выдают но съездив в одну и в две командировки то есть я понимал что мне этого недостаточно есть такие вещи как вот сейчас модные на фразы у нас там тендер и так далее которые армии коснулись и другие правоохранительные вот структуры то что там тот же бронежилет который должен попасть к военнослужащему он сначала там кто-то должен выиграть этот тендер конкурс потом выбирает лучший потом он поступает уходит какое-то определенное время и так далее и так по табелю положенности считалось что для выполнения моих задач достаточно той экипировки которые мне выдавали но приобретая какой-то опыт я понимал что мне этого недостаточно я закупал то есть да я покупал там какие-то вещи чтобы комфортно чувствовать себя при выполнении каких-то задач вот особо ну большей части это было связано с бытом то есть чтобы где-то если есть возможность даже поспать то чтобы можно было выспаться за час-два нормально под ответом небом но скажем так в нормальных условиях поэтому да я приобретал и но я понимаю сейчас ваш вопрос да то что когда совсем ничего скажем так вот случае там такие что чуть ли не непонятно чем отправляет а вопрос очень простой если мне придет повестка я как законопослушный человек гражданин я приду военкоман я отправлюсь туда куда меня отправят но я убейте не понимаю что мне с собой нужно взять то что мне что-то дадут ну спасибо большое что называется достаточного ли этого вы говорите нет а что нужно вот к вам обращается у вашей общественной организации вы даете такие рекомендации на собственном опыте уже проверенные до немного обмундирование экипировки то есть люди которые сейчас мобилизованы они приписываются к определенной воинской части и встают на довольствие соответственно по питанию и по форме обмундирование вот по погоде сейчас уже осенне-зимнее выдается но опять скажу то что вот те условия в которых ребята окажутся то что нет возможности где-то просушить форму обувь и так далее где-то может что-то быстрее выходить из строя и так далее какой-то дополнительный ну вот все-таки багаж приобретать нужно чтобы чувствовать себя комфортно и опять это не говорено не никем нигде что это возбраняется то есть как говорится ничего лишнего брать нельзя это не военнослужащий это временно призванный мобилизованный человек который все-таки был выдернут из гражданской жизни поэтому тот багаж который он возьмет в рамках чтобы там никаких по закону запрещенных вещей не было ради бога у нас на сайте просто очень много чего можно и нужно взять а вы можете как-то акцент какой-то сделать что прежде всего необходим на что уделить внимание нужно ну в рамках работы организации вот общероссийского движения сильная россия ну и также все россии это вот мы скажем так все вместе до в едином строю в серский состав люди с боевым опытом вот как раз начало проведения специальной операции делали определенный перечень памятку такую тире памятку да для убывающих тогда мы еще делали контрактников добровольцев ну вот сейчас сделали небольшую сносочку уже поправку на сегодня для мобилизованных потому что немножко по перечню это может отличаться но и на сайте организации также делали рассылку вот по соцсетям в какие-то рабочие группы чаты то есть для людей потому что было много вопросов звонили люди в том числе даже члены нашей организации там которые служили очень давно и вот о чем я говорил то что все-таки немного уже и опыт был потерян либо то что требуется сегодня уже не актуально то что было раньше поэтому человек спрашивает вот сына забирают внука что как бы взять что нужно где-то мы сделали да перечень определенные включили в него от аптечки индивидуальной до того что должно в рюкзаке быть форме на мундирование питания там ну и различные вещи такие как там средства гигиены там даже если связь и что-то вообще все список в принципе большой есть люди которые допустим там читали присылали свои какие-то тоже отзывы про то что это неподъемный мешок будет или так далее то есть везде стоит сносочка что это носит рекомендательный характер каждый человек который собирается в принципе решает для себя что он берет но здесь знаете мы наверное даже больше составили из того что мобилизация которая была объявлена можно назвать это стрессом для общества вот прям как как есть и да мы следили за тем что происходит во время выполнения специальной операции на украине да на территории поддерживаем своих бойцов всячески морально там экипировкой всем мы всем телом как говорится душой сердцем с ними но входим на работу до сидим дома у нас теплый пол да хорошие условия как-то и вот никто не думал что из семьи вот муж сын вот сейчас просто встанет и выйдет за дверь и окажется тоже вот там поэтому это да стресс и эта памятка она больше даже была немного чтобы помочь людям когда ты в спешке начинаешь все вподряд хватать не понимаешь у тебя семья дома остается надо какие-то вопросы бытовые решить на работе и так далее у тебя голова вообще не работает но тебе еще нужно понимать что в минимум три месяца как-то ты должен там существовать жить так не бросит тебя но вот чтоб тебе было комфортно что-то нужно все-таки взять потому что мы даже идем там за грибами в лес или в поход мы же все но берем какой-то багаж я не знаю что вот конкретно в рюкзаках вещмешках вот мобилизованных сегодня ребят но то что у них точно есть это вера и убежденность что наше дело правое и победа будет за нами я предлагаю посмотреть видео из севастополя но я думаю что это так в каждом городе нашей страны мы матери бабушки жены сыновья братья сестры ждем их они наша гордость алина наша надежда они наша защита очень скоро и победа победа будет быстро победы она за за нами и за теми кто впереди нас ждет боевой все будет отлично вернемся с победой просто до слез могу добавить сюда конечно извините что перебил но да очень трогательно и проникаешься здесь в этом сюжете мы это видим мамы жены дети они переживают очень переживают но так как они мотивированы чтобы проводить своих родных они не показывают ребятам как они за них боятся и отгоняют плохие мысли ребята вот про гражданина как раз мы говорим к чему нужно успокоиться повестка пришла или ты понимаешь что тебя сейчас призовут нужно уже принять это как факт как должное и успокоиться именно своим поведением своим внешним видом успокоить родных потому что с каким сердцем они останутся дома когда ты уйдешь соответственно будет легче перенести все это ну и при куда бы ты не убывал всегда нужно понимать и верить только в хорошее потому что эти мысли материализуются в завершении нашего разговора такого открытого честного последний вопрос сейчас в обществе в сми некоторые политики говорят да что специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию понятно да мы приросли новыми регионами мы должны защищать своих людей свою землю и так далее вот что изменится для людей это может быть скорее всего то что это будет контртеррористическое впоследствии до операции будут сформированы в наших новых территориях и освобожденных территориях мобильные отряды так называемые допустим группировки где будут дислоцироваться сотрудники правоохранительных органов которые будут нести службу по вот выполнению задач борьбы с терроризмом было где-то как раз озвучено было несколько комментариев и по поводу того что росгвардия возможно будет призывать как раз мобилизировать сотрудников правоохранительных органов чтобы они могли как раз соответствии со своим званием и должностью быть полезными именно вот в службе спасибо большое сан николаевич действительно должно быть все по уму по закону нужно вспомнить то хорошее что у нас было активнее это внедрять и тогда победа действительно будет за нами спасибо победа будет за нами друзья не оставайтесь стороне тема мобилизации касается каждого если не вас лично то ваших близких и родных оставляйте комментарии подписывайтесь на наш youtube канал до свидания берегите себя и своих близких